Добрый день, в эфире интернет-телевидение СБ, как мы анонсировали 15.00 и гость нашей студии политолог, автор интересного очень блога на портале СББАЙ, а в то же время председатель Наблюдательного совета Центра стратегических и внешнеполитических исследований, Юрий Царик. Здравствуйте, Юрий. Добрый день. Скажите, первый вопрос, конечно, исходит из событий 15 февраля. Совет ЕС отменил большинство ограничений, ограничительных мер в отношении Беларуси, или, проще говоря, санкций. Что дальше? Что дальше? И как, на ваш взгляд, как политолога, Беларусь должна суметь воспользоваться вот этим решением ЕС? Ну, наша страна не скрывает, и наши высшие должностные лица не скрывают, что это шаг, насколько ожидаемый, настолько и рассматриваемый в прагматической плоскости. То есть, речь идет именно о нормализации отношений, восстановлении добрых отношений с ЕС, а не о каких-то там переориентациях геополитических. Собственно, европейцы тоже попытались, несмотря на то, что, конечно, геополитические соображения очень серьезную роль сыграли при принятии этого решения, тоже отгородились от политизации вопроса. Это очень важно, потому что нас, конечно, в первую очередь, учитывая все обстоятельства, интересует экономическая составляющая наших возможных отношений с Евросоюзом. То есть, если мы возьмем само это решение, и то, какие дальше у нас направления работы, их, конечно, много, это продолжение визовой фасилитации, то, что было уже ранее заявлено, и что уже шло, но в последний момент буквально сорвалось, да, перед предыдущим саммитом Восточного партнерства. Это, безусловно, движение к всеобъемлющему соглашению между ЕС и Беларусью о создании нормативной базы вообще наших отношений. То есть, документов пока нет. Документа нет, действуют документы с советских времен, да, к сожалению. И, безусловно, нам нужно соглашение о партнерстве для того, чтобы какую-то рамку выработать. Это откроет перспективы для многих экономики, да, на вязание инвестиций. Безусловно, безусловно. Это создает возможность для уже более порядочного и более активного взаимодействия по конкретным отраслевым направлениям. Но еще важно то, что, понимаете, там будут написаны важные слова, да, которые юридически закрепят вид отношений Беларуси и ЕС. Потому что ЕС до сих пор, вот в чем проблема восточного партнерства в том числе. Как отмечает белорусский политолог Денис Милинцов, для ЕС Беларусь представляет проблему, потому что это первая страна из окружения ЕС, не стремящаяся к вступлению в ЕС. И для них это, ну, вообще новость. Да, странно. Да, потому что Украина стремилась, Молдова стремилась, там, ну, Грузия при всех моментах тоже на это называется. А Беларусь нет. И поэтому для ЕС должен выработать механизм, вот, собственно, взаимодействия с такими странами. И Беларусь это в данном случае хороший, так сказать, пример. Ну, это второе, безусловно, важное направление. Третье направление это уже непосредственно использование, да, в хорошем смысле, вот этих открывающихся возможностей для взаимного развития, для взаимной выгоды. То есть это бизнес-контакты, это инвестиционные проекты и так далее и тому подобное. У нас работает интерактивный чат, вы можете задавать вопросы гостю студии, участвовать в нашей дискуссии. Пока вопросов нету. И я такую цитату хочу привести. Есть такой руководитель, директор, программный директор фонда Кондрада Аденаура Вольфган Зендер. Он сказал, что Беларуси необходимо помочь экономически, чтобы она могла сконцентрироваться на мирной дипломатии в решении регионального конфликта. Ну, красиво звучит, помочь экономически мы не против. Вопрос только, как вы считаете, что это за помощь будет, да, кому она будет адресована? К государству, там, бизнесу, каким-то, не знаю, некоммерческим общественным организациям. И как она выделяться будет, если это произойдет? Это, кстати, очень характерное заявление. Вот совсем недавно, тоже сразу после отмены санкций, у другого крупного немецкого центра, интеллектуального фонда Фридрих Эйберт, тоже вышла статья, где рассказывается о новой политике в отношении ЕС, в отношении ЕС к Республике Беларусь. Значит, ну, помощь. То есть, есть один пункт, который все обсуждают, у всех на слуху, но который на самом деле не связан вот с этой отменой санкций. Это помощь МВФ, да. Это транш, значит, там, в порядка трех миллиардов долларов под различными условиями. Наша сторона говорила об условиях на 10 лет под очень низкий процент, то есть, по сути, просто стабилизационный кредит под программу реформ. Процесс обсуждения этого кредита идет, и я бы сказал, что он не сильно связан с вопросом по санкциям между ЕС и Беларусью. Вы писали, что все-таки отмена санкций поспособствует? Ну, конечно, способствует, она улучшает фон, но, в принципе, там отдельный переговорный процесс, там вес США гораздо больше в этих переговорах и так далее. Значит, второй момент, ну, такой непосредственно связанный, это, ну, во-первых, инвестиции, да. Беларусь, как страна, находившаяся под санкциями, я с этим лично сталкивался много раз в общении с бизнесменами, в общении с представителями институтов развития. Это страна, инвестировать в которую было, мягко говоря, рискованно, а вообще, говоря, ну, запрещено, негласно, да, хотя можно было инвестировать, но все говорят, ребята, у вас санкции, какие у нас есть гарантии и так далее и тому подобное. Это, кстати, важно и для европейских партнеров, и, допустим, для китайских. То есть для Китая тоже это было очень серьезное ограничение при взаимодействии с Беларусью. То есть отчасти оно сошло немножко. Да, это, получается, ликвидировано, потому что у нас осталось только, по сути, персональные санкции в отношении четырех человек, и оружейный эмбарго, ну, нам оружие особое. Что-то их не устраивает в правовом плане под инвестиционный климат, да, или вот правовые, так сказать, какие-то вещи законодательные. Нет, нет, в этом смысле правовые моменты, они сейчас сняты после снятия санкций в целом. А внутри страны законы. А внутри страны, ну, это вопрос уже, во-первых, приоритетов отдельных инвесторов, а во-вторых, я думаю, еще в большей степени, это вопрос правоприменительной практики. То есть важно не только то, как законы написаны, но и то, как они исполняются, как они реализуются в подзаконных нормативных правовых актах, и так далее, и тому подобное. Вот, инвестиции. Второе, это, безусловно, помощь институтов развития. Это, в принципе, оно у нас реализовывалось. Программы, которые могли финансироваться Европейским банком реконструкции и развития, другими международными институтами развития. Я думаю, сейчас они могут активнее здесь реализовываться. Это могут быть как программы, поддерживающие развитие малого и среднего бизнеса частного сектора, так и программы поддержки реформ, обеспечивающие повышение квалификации, создание инфраструктуры в отдельных сферах госуправления, например, таможня, пограничный контроль, миграционные, кстати говоря, вопросы, да, и так далее. Да, все эти вопросы, все это тоже может активизироваться. Плюс, конечно же, это взаимодействие с гражданским обществом, оно так или иначе шло, но я думаю, что европейские партнеры ожидают, что более свободно в данной сфере, так сказать, можно будет взаимодействовать. И плюс, как я говорил, визовая фасилитация, то есть упрощение визового режима, снижение стоимости виз, ну и, соответственно, увеличение контактов между простыми людьми. Да, ну самое главное, вот вы закончили для обывателя это визы, да? Конечно, да, это важный момент. Визы, туризм и так далее. То есть прогресс вот этот политический, все отлично, МВФ, это вообще что-то непонятное. А как вы считаете, что будет сделано вот действительно расширение коммуникации между простыми людьми? На что пойдет Евросоюз? И в конечном итоге на что, на какие уступки может быть и Беларусь пойдет? Ведь стоимость наших виз тоже очень высока для европейцев и американцев. Да, безусловно. Но с нашей стороны мы принципиально всегда руководствуемся принципом взаимности. Значит, соответственно, если европейские коллеги... То есть была какая ситуация? Договор по фасилитации, пакет документов, связанный с упрощением визового режима, фактически был готов для подписания уже в 2015 году. Но в последний момент, за две недели до, собственно, мероприятия, когда должен был парафироваться этот договор, некоторые страны ЕС выдвинули новые требования. Они были связаны с биометрическими паспортами для дипломатов. Это были не оговоренные требования, это было некорректно, скажем прямо. И в этой связи Беларусь, естественно, она не могла ни обсудить, ни... Ну, в общем, значит... Процесс затух. Да, да, процесс, так сказать, затормозился. Я думаю, что, в принципе, это вопрос не такой, чтобы сильно какой-то такой важный и сильно, ну, знаете, креугольный, вокруг которого стоит ломать копии. Я думаю, что общую позицию стороны найдут. И вот, собственно говоря, это свершится, возможно, уже в 2016 году. Вы же понимаете, люди спрашивают, там, в России шенген в два раза дешевле, чем в Беларуси. Собственно говоря, вот в этом направлении... Хотя Россия в нынешней ситуации не самый лучший партнер Европы, да? В этом направлении, и если все пойдет так, как оно должно пойти, и будет развиваться ситуация, это резкое сокращение стоимости виз. То есть, ну, я не знаю, вряд ли порядок сам выдачи виз как-то сильно упростится, потому что есть процедура, которая обязательна. Тем не менее, может быть, столько очередей не будет. Да, да, ну, прежде всего, конечно, эта стоимость визит. У нас здесь побывали все послы государственных соседей. Они сказали о том, что открываются дополнительные визовые центры, Литва и Польша. То есть, они готовы, вроде бы, к этому всему. Безусловно, они в этом заинтересованы. Но в этом заинтересованы, я думаю, и мы, честно говоря. Естественно. Давайте несколько вопросов поступило, ответим. Выходит, занимательная штука. Для улучшения отношений с Европой не нужно на Майданах скакать. У свядомых явно конгнитивный диссонанс. Слова-то какие сложные. Ну, да. Из-за этого вопроса или что? Я не знаю, да, это скорее суждение. Да, не нужно, конечно, собственно. Европа от Майдана украинского никак и не выиграла, честно говоря. Ну, да. Да. И мы тоже. Да. Украина не обидится? Может, и обидится. Так, они... Да нет, я не вижу здесь. Мы не конкурируем в отношениях с ЕС. Они в ЕС хотят, мы нет. А их берут. Ну, это же дискуссия у нас начинается. Слушайте, берут, не берут. Кстати, а Украину-то берут в ЕС или не берут? Нет, подождите. Украина в ЕС не вступает. Украина не... Украина сейчас заключила соглашение об ассоциации. Там возникли многие вопросы по вступлению его в силы, отдельных положений в силу. И, собственно, вот это сейчас на повестке дня. Я такую перепалку здесь про голландцев, еще кого-то брошу. Вопрос такой побольше. Здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста, популярна в последнее время идея, что в силу нарастания внешних и внутренних проблем у Германии и России может произойти некое взаимное притяжение у стран от Балтики до Черного моря, которое в перспективе может реализоваться в какой-то интеграционный проект. Спасибо. Ну, безусловно, такие проекты обсуждались. Там Балта-Черноморский пояс или еще чего-нибудь в этом духе. Как в, скажем, в конфронтационном ключе, так и, наоборот, в конструктивном. И, собственно, есть некоторые процессы, так скажем, интеграции субрегиональной. Ну, например, вопрос создания литовско-польско-украинской совместной бригады военной. Ну, понятно, это в контексте противостояния с Россией. Но здесь важно понимать, в чем может быть экономическая основа такой интеграции гипотетической. Потому что на одной только идеологии, на одном только противопоставлении себя русской угрозе, я не думаю, что такое объединение может возникнуть, потому что жить на что-то надо. То есть должна быть какая-то внутренняя логика у этого события. И уж тем более Беларусь в этом не будет участвовать в противопоставлении себя России. А что касается экономического измерения, то, честно говоря, оно не прослеживается, вот какое-то такое измерение, которое бы объединяло действительно регион. Есть, безусловно, какие-то интересы совместные, но их удобнее реализовывать в рамках европейской интеграции или интеграции-интеграции взаимодействия ЕС и ЕАЭС. И вот это, кстати, очень важный пункт, собственно, Беларусь, вот обратим внимание, Беларусь на фоне, в принципе, углубляющейся конфронтации России и ЕАЭС, и России и Запада, вот этого транспортного коллапса с Украиной, Литвой и так далее, Беларусь, получается, становится коридором более свободного, что ли, движения, становится точкой деэскалации напряженности. И это очень важно, потому что именно Беларусь в этом смысле может попытаться стать площадкой для практической реализации вот этого подхода, который называется интеграция-интеграция, а по сути сопряжение или хотя бы примирение, согласование европейской и евразийской интеграции. Но здесь, конечно, многое зависит от доброй воли российских партнеров. Скажите, вот конфликты в Евразии и в Африке уже стали неотъемлемой частью сегодняшнего дня, и уже в Мюнхенской конференции по безопасности премьер Дмитрий Медведев в России заявил о новой холодной войне. Может, это мнение немного, ну, такое жесткое, преувеличенное, но, тем не менее, имеет право быть. Как нынешняя вообще напряженность во всем мире, вот на ваш взгляд, затрагивает именно нас, Беларусь? Ну, Беларусь в этом смысле, с одной стороны, есть украинский конфликт, где Беларусь, что называется, вовлечена почти непосредственно, да, ну, в данном случае, как посредник, как сторона, оказывающая добрые услуги. Но, в целом, вот эта конфронтация, если брать большую конфронтацию России и стран Запада, она создает для нас совершенно специфический контекст, когда мы должны все время находиться, вот, идти по лезвию ножа, а с одной стороны, мы никак не можем себе позволить разрушить наши отношения с Российской Федерацией. Союзное государство и десятки, десятки других. Конечно, а с другой стороны, мы никак не можем себе позволить втянуться в эту конфронтацию, допустим, на стороне России, потому что это, ну, просто противоречит всем нашим базовым принципам внешней и внутренней политики, это лишает нас, по сути, какого-либо выбора внешнеполитических партнеров, потому что мы прекрасно понимаем, что если мы втягиваемся на стороне России в эту конфронтацию, то мы теряем отношения не только с Западом, но, например, и с Китайской Народной Республикой, ну, а, возможно, и с другими странами. Поэтому это как бы в негативном ключе, да, чего нам надо избежать. То есть мы не можем ни туда, ни туда, и мы должны в этом смысле выработать модель собственного существования здесь. А в позитивном ключе мы, конечно, все равно хотели бы и хотим, и будем стремиться к тому, чтобы как-то вот эти, вот это противостояние сменить на сотрудничество хотя бы вот в том, что касается нас, да, может быть, глобально мы не можем изменить, но хотя бы в том, что касается нас, собственно, символом чего является ими и работа контактной группы в Минске, и вот отмена санкций, безусловно, это символ, потому что, ну, наша дипломатия перебью на отмену санкций очень жестко, многие российские интернет-ресурсы отреагировали, даже заголовки не считаю уместным здесь называть, можете представить, да? Да, я читал. Оскорбительного толка, что вот Белоруссия, вот так вот, да, а мы вот здесь под санкцием, а они нет. Ну вот что это такое тоже? Ну, это, собственно, продолжение проблемы, это, собственно, и есть часть проблемы в России, ну, скажем, значительная часть истеблишмента, если не определяющая, то как минимум значительная часть истеблишмента придерживается, продолжает придерживаться вот той геостратегии, которую мы обсуждали. Да, да, полгода назад. Да, да, полгода назад здесь в студии, по сути, жесткой линии в отношении всех окружающих стран, как способа, так сказать, закрепить свой контроль над ними. И, ну, все, что происходит там в связи с украинским кризисом, никак не может разубедить. Более того, есть такой процесс, важно его понимать, что чем дальше Россия идет по этому пути конфронтации и, по сути, самоизоляции, тем сложнее с него свернуть. То есть, грубо говоря, слишком большие ставки, допустим, во внутренней политике делаются именно на то, чтобы дальше разыгрывать карту ура патриотизма, Крым наш и так далее и тому подобное, для того, чтобы можно было свернуть эту игру и вдруг вернуться к опять европейской интеграции и так далее, чтобы было, в общем, для России. Но, тем не менее, есть позитивные моменты, что во многих конфликтах потенциальные такие поворотные хорошие моменты наметились. Это в Сирии прекращение огня, переговоры с Талибаном в Афганистане. Ну, в то же, вот та же ситуация с Белоруссией. На Украине, слава богу, как-то потише стало. Вообще, как вы прогнозируете вот эти мирные инициативы, точнее, их развитие какое будет? То есть, будет разрядка или опять будет новая эскалация, как бывает часто после мирных? Вы знаете, я, с одной стороны, в текущей ситуации, при падающих ценах на нефть и вообще при экономических сложностях, с которыми сталкивается Россия, не отказываясь от своих конечных целей и приоритетов, довольно-таки жестких и агрессивных, я бы так сказал, Россия, конечно, заинтересована в некоторой паузе для того, чтобы, во-первых, перегруппироваться внутренне, ну, плюс выборы идут парламентские, и, во-вторых, где-то, может быть, все-таки закрепить и легитимировать какие-то свои приобретения, какие-то свои новые роли в регионе, как Восточной Европы, так и Ближнего Востока. Тем не менее, я думаю, что нынешние мирные инициативы, ну, в частности, на Ближнем Востоке, не будут долгосрочными, не будут долговечными. Собственно, ну, как мы видим, сразу после объявления, значит, вот этого перемирия, вернее, не перемирия, а прекращения огня, которое должно быть достигнуто в течение недели, резко интенсифицировались авиаудары, там были разбомблены госпитали, школы, в общем, прямо обратное произошло. Ну, да, я думаю, что, конечно, Россия в этом смысле хорошо подловила США на войне, которая США на самом деле не нужна, да, но даже учитывая это, я точно не прогнозирую там стабильного мирного процесса в 2016 году. Вот, что касается Афганистана, то здесь тоже еще все впереди, здесь похожая ситуация, то есть, с одной стороны, уже много раз начинали переговоры, и, собственно, были раунды переговоров Талибана с правительством в Исламабаде и так далее, при посредничестве и в Дохе раньше были эти переговоры, однако же, ну, трудно, когда американцы выводят часть своих войск, правительство центральное ослабляется, Талибану трудно удержаться от, значит, искушения, еще взять пару городов, еще взять под контроль пару провинций, для того, чтобы иметь еще более выигрышные, значит, позиции на переговорах. Вот, это то же самое, что и в Сирии, да, действует и здесь. Переговоры, конечно, идут, и, возможно, даже есть некая политическая приверженность, вот, тому, чтобы достигнуть, значит, мирного соглашения или перемирия, но у конкретных полевых командиров, да, у конкретных warlords, да, так называемых, есть очень большое искушение, значит, сорвать этот процесс, и есть возможность. Слушайте, ну там, да, там перманентное состояние войны уже столетиями, а Украина, вот тоже два-три слова, какой прогноз? Это нам как-то ближе и беспокойнее для нас? По Украине, к сожалению, тоже нет хорошего прогноза, потому что, ну, надо, конечно, ожидать вот этой ближайшей встречи министров иностранных дел в нормандском формате, да, которая должна быть. По сути, она должна зафиксировать не выполнение минских соглашений, а не соглашение Минск-2, и дальше выработать формулу, значит, как жить дальше. Я, честно говоря, существенного улучшения ситуации в 2016 году в сравнении с 2015 тоже не ожидаю, потому что, ну, потому что Россия не готова отказаться от своих позиций, от поддержки, скажем так, тех сил, которые называются сепаратистами, да, там, в Киеве и в странах Запада. Я уже не говорю про Крым, да, это один момент. Второй момент. Украина, естественно, не готова дать тот уровень свободы, тот уровень автономии на условиях России, то есть без контроля на украинско-российской границе, плюс с полным амнистированием всех участников боевых действий, это, конечно, безумие делать такую амнистию для Украины, я их вполне понимаю. Это, с другой стороны, с третьей стороны, Россия понимает, что экономическое положение Украины ухудшается, может быть, даже быстрее, чем экономическое положение России, это все может вылиться в политический кризис, мы видим, что пророссийские силы, Батьковщина, Тимошенко, Юля, они активизируются, и Россия, я думаю, надеется на политический кризис в Киеве, как, скажем, некое событие, которое может позволить набежать. Мы его наблюдаем. Он уже, ну да, уже фактически было голосование по вотому недоверию правительству, оно провалилось, это голосование. В общем, короче говоря, Россия есть на что надеяться, затягивая вот этот процесс, поэтому, честно говоря, не видно, какие могут быть аргументы. Какой блок назвали в конце года, ничего хорошего в 16-м не будет. Давайте пару вопросов от зрителей. Почему речь идет о русской угрозе? Разве не НАТО выдвигает войска к русским границам? Вот такой вам вопрос. Ну, НАТО выдвигает войска к русским границам после того, как произошла, по сути, оккупация Крыма. Я вот, кстати, хотел бы обратить внимание, что в информационном пространстве вышел целый ряд таких сообщений, очень интересных, которые, по сути, подтверждают, что так называемое присоединение Крыма было войсковой операцией. То есть, начиная от того, что медали, значит, учреждены, заканчивая тем... Даже фильм российский, где показаны там свои ребята в касках появились. Да, да, да. И заканчивая там свидетельством некоторых российских военных о том, что это самая блестящая военная операция в новейшей истории России и так далее. То есть, конечно, референдум — это интересно, но и референдум все-таки при подружьями, значит, например, российских военных — это немножко другая история. Но это детали. Факт тот, что НАТО реагирует на ту угрозу, которая возникла со стороны России в случае с украинским кризисом, и на то, как союзники НАТО, то есть прибалтийские государства, Польша прежде всего, Румыния и некоторые другие, реагируют на вероятность переноса этой угрозы на них самих. Поэтому НАТО в этом смысле были созданы, да, были проработаны сценарии военные того, значит, что может произойти в случае российского удара, например, по Прибалтике, да, Рент Корпорейшн выпустила соответствующий доклад, вот, разработаны, соответственно, понимания того, оценки того, какая нужна, значит, мощность военной группировки, чтобы противостоять такому гипотетическому удару. Короче говоря, НАТО в данном случае конкретном, я не говорю за все, но в данном конкретном случае занимается тем, что готовится к выполнению своих непосредственных функций, то есть в защите своих союзников, членов от возможного нападения. Тоже, если коротко, пару еще вопросов, потому что уже почти полчаса в эфире. Сколько это все может продолжаться? Год, два, десять лет? Я не пойму, что продолжаться? Ну, наверное, противостояние НАТО, России? Ну, я боюсь, что оно может продолжаться. Вообще прогнозы на 10 лет даже Юрий Царик, наверное, не сможет сделать. Да, безусловно, хотя европейцы и американцы делают прогнозы до, как минимум, до 20-го года, а некоторые с горизонтом до 25-го года, в том, что фактор противостояния России и Запада будет одним из важнейших факторов развития ситуации вот в таком временном периоде. Поэтому 10 лет вполне. Сегодня блок Тимошенко, Батьковщина, вышел из правящей коалиции. Так что политический кризис в Киеве начался. Ну, вот вы как раз... Ну, да, это абсолютно ожидаемо. И, ну, аффилированность Тимошенко с Москвой ни для кого не является секретом. Даже в немецком Шпигеле были соответствующие публикации после Майдана. Поэтому, ну, российские коллеги работают, вот, реализуют такой сценарий. — Теперь такие перспективы Европы, ваши прогнозы на 2016 год относительно тематики вот этого беженцев, да? Как их там, нелегальные мигранты, беженцы. Ролики в соцсетях постоянно появляются. Ну, я не знаю, насколько они достоверны, но тем не менее, что в Швеции там избили женщину, избили беременную, избили стариков. В Германии кого-то оскорбили, что беженцы ведут себя ужасающе, вызывающе. Появляются ролики, ну, видеодемонстрации, да, в Варшаве, в Дрездене, в других городах Европы. Какое-то жесткое противостояние. На этом фоне неофашистские партии, да, поднимаются, и еще ксенофобия. Но, с другой стороны, политики европейские говорят, что все нормально. Мы готовы еще миллион-два принять беженцев. Более того, это небольшая тайна, при том, что это прозвучало у нас в прямом эфире, когда у нас была посол Франции, она тоже сказала, что во Франции ничего не ужесточится, не усилится, мы останемся такими же толерантными, вот, с любовью и открытым сердцем будем принимать, давать гражданство, я не знаю, еще что-то. То же самое Швеция высказала. И даже посол Турции у нас в эфире сказала, что она не считает, что вот эти мужчины-беженцы, которые сейчас такой есть термин, экономические беженцы, да, они бегут от того, что там нет денег. Мы сказали, что, может быть, им там стоит заняться, не знаю, патриотизмом, да, воевать против ИГИЛ, за свою страну, за свои города. Они бегут. Она сказала, что Турция не делит никого по никакому признаку, половому, гендерному. Мы всех принимаем с открытым сердцем. Уже 8 миллиардов долларов израсходовали, готовы, наверное, еще. Вот что ждет Европу вообще? Что произойдет вот при таком странном стечении обстоятельств между политиками, людьми, беженцами? Да, это вопрос очень интересный. По сути, ведь получается, что, безусловно, во-первых, безусловно, вопрос центральный для Европы, внутри Европы, на национальном уровне и даже на наднациональном уровне, да. Значит, поэтому, если говорить, что просто можно это не замечать, ну, это не так явно. Значит, понятно, что этим процессом пользуются там определенные силы, которые ставят на националистов и так далее, и которые, так скажем, ну, ожидают такого изменения политического поля в Европе, которое позволит, скажем, выстраивать более эффективно какие-то ситуационные союзы. Скажем, ну, есть много свидетельств о том, как российские СМИ раздувают, да, вот эту вот истерию анти-мигрантскую. Ну, в России-то понятно, да, все понятно. Что в самой Европе-то, да. Много собственных, да, правых сил и без, как говорится, России и так далее. Поэтому процесс этот идет, и он чреват чем? Он чреват тем, что с одной стороны, если говорить, как вам сказать, то есть я могу понять французских представителей, которые говорят, что мы не изменим свое отношение к эмигрантам. Почему? Потому что, ну, это люди, да, есть, грубо говоря, права человека, это важнейшая, можно сказать, ценностная основа Европы как таковой, европейской интеграции и понятия Европы. Но их граждане тоже люди, которые хотят, извините, спокойно жить в своих домах, да. И они не могут отступить от этой ценностной установки. Это один момент. Но второй момент, понятно, что если этот приток, да, чудовищный человекопоток, так сказать, который пролился на Европу, продолжится, ну, там есть все-таки много вопросов. Я вот честно, я общался... То есть вы считаете, это какой-то пиар определенный, да? Нет, то, что пиар здесь есть, это безусловно. Но то, что есть инциденты, это тоже безусловно. Я думаю, что и то, и другое отрицать было бы глупо. Но я думаю, что, конечно, для русскоязычного зрителя, вот то, как мы видим, это учитывая влияние российских СМИ на нас, все-таки для нас восприятие остроты этой проблемы сильнее, чем оно есть на самом деле в Европе. По крайней мере, пока что. Я общался с коллегами из Болгарии, где, вот скажем, в Софии, Болгария совсем небогатая страна, так скажем, да, в рамках ЕС. Ну, туда вроде и миллионы не бегут. Ну, они идут, они идут, по крайней мере, через Болгарию, да, потому что из Турции, как раз туда дальше, на северо-запад. У них есть, например, в Софии два вот таких, ну, что ли, лагеря, я не знаю, как это правильно назад, два центра, да, скажем. Да, да, где их содержит. Да, да, где их содержит один на окраине города, другой в центре у железнодорожного вокзала. Вот. Ну, и они отмечают, что люди, конечно, боятся ходить вот в этих кварталах, там, ну, тем более вечером и так далее. Но, скорее, это априорный страх, чем страх, подкрепленный там убийствами, грабежами и так далее и тому подобное. То есть, грубо говоря, вот таких вот фактов, о которых знают местные люди, мне говорили об этом местные люди. Я немножко, у нас время ограничено, да, это отдельная тема, интересная тема. Да, но важно что? Важно то, что Евросоюз должен отвечать на этот вызов как наднациональное объединение, а усиление правых сил обуславливает евроскептицизм и ослабление Евросоюза как наднациональное объединение. Вот это ключевое противоречие. То есть, там не может вообще что-то вот через полгода, год просто прорвать вот прям в Европе, да? Ну, прорвать, не прорвать, но может, безусловно, потому что политическое поле меняется быстро. Скажем, рейтинг, вот, например, Меркель, да, который выступает в качестве самого такого толерантного и, значит, добродушно настроенного в отношении мигрантов политика резко снижается, да? Мы видим этот процесс, его трудно отрицать и, безусловно, изменения могут быть быстро. И я думаю, что вопрос о вот этом вот противоречии между правым поворотом и необходимостью усиления ЕС как наднационального союза, он станет очень остро уже в 16-м году. Вы знаете, звучат же мысли, вот такие, наверное, правильные, что в этих беженцев стоит пристраивать среди единоверцев, да, единомышленников, едина, не знаю, людей близких по культуре, по всему. То есть, есть богатые азиатские страны, которым Европа вправе помочь финансово, многомиллиардно. Ну, как Турции помогают. Да, как Турция, и люди будут как бы, ну, среди своих, да, и в то же время та страна, которая их пригреет, она получит за это какие-то дивиденды. Но нет, многие это отрицают и считают, что вот эти люди – достояние, так сказать, всей Европы. Ну да, это интересно, здесь много странностей, но здесь есть и, как бы, обстоятельства, объясняющие эту странность, потому что сам процесс перехвата этих потоков беженцев и направления куда-то, ну, это сложный процесс. То есть, грубо говоря, и Ордания, Турция, Саудовская Аравия, все они принимают беженцев, важно это понимать. Они принимают беженцев в довольно-таки большом количестве. Но они не все туда хотят, да? Да, да, но вопрос в том, что, да, в Саудовской Аравии есть очень специфический правовой режим. То есть, да, мы говорили об этом, да, с послом Турции, то есть, ну, такой, может, не очень красивый, но пример, если, боже упаси, там, случилось бы в нашей стране, там, я образно, еще где-то, ну, куда бы побежали мы, да? Мы бы побежали, наверное, там, на Украину, в Россию, не знаю, в Болгарию, но не в Саудовскую Аравию, да? Я побежал бы прятаться от невзгод своих мест. Безусловно. Поэтому это и есть, наверное, экономические все-таки беженцы отчасти. Экономия, да, да, да. Юрий, пару вопросов, и мы будем заканчивать, да, от зрителей поступили. Так, Ильич, чуть ли не Ленин спрашивает, есть мнение, что Крымом должен был рассчитаться с Российской Федерацией Янукович за помощь переизбрания, поэтому в Киеве и не стали ждать выборов, свалили Яныка. Отсюда и хорошо проведенная войсковая операция, потому что готовились несколько лет, лет вот так было все. Только напоминает портал российский, там, империя или какой-то. Ну да, может быть, я, честно говоря, не знаю, но то, что операция в Крыму готовилась заранее, это факт, безусловно. Возможен ли выход Британии из ЕС и распад Союза? Тоже вкратце, если можно, ваше мнение, да. Ну, то есть он возможен, вопрос будет решаться как раз-таки в 2016 году, это один из центральных вопросов. Потому что, если Британия каком-то, в какой-то форме, так сказать, отдаляется от ЕС, это открывает возможность для ЕС более централизовываться без Великобритании. Потому что Великобритания всегда будет, значит, противиться централизации. Ну, посмотрим. Так что же будет с Родиной и с нами? Да, действительно, какой сценарий, кстати говоря, в большей степени отвечает национальным интересам Белоруссии? Вот все, о чем вы говорили, некий такой небольшой вывод. Да, какой сценарий развития вот этих событий в глобальном, вот нашем евразийской площадке? Ну, безусловно, нашим интересам отвечает сценарий деэскалации почти что в любом виде, но не на любых основаниях. То есть, нам все-таки важно понимать, что, ну, скажем, вот процесс, допустим, если европейцы по какой-то причине решат плюнуть на Крым и на восток Украины и, допустим, снять санкции в отношениях с Россией, то, ну, во-первых, это невозможный сценарий, его глупо обсуждать, но для нас этот сценарий может поставить вопрос, потому что, ну, возникает дальше, значит, всякие соображения по поводу того, ну, а если российские коллеги решат, допустим, в Белоруссии что-то такое учинить, ну, будет ли действовать международное право? Вообще, что с международным правом, если что-то такое происходит? Да, здесь очень много вопросов. Вот, поэтому из реалистичных сценариев нас устраивает не ухудшение ситуации в целом, развитие наших отношений с ЕС по конкретным практическим, прагматическим вопросам и, безусловно, скажем так, постепенное под влиянием каких-то то ли экономических, то ли еще каких-то обстоятельств, движение, значит, в целом вот главных действующих лиц вот этих конфликтов глобальных к осознанию того, что все-таки конфронтация – это не такой уж и позитивный сценарий развития событий, что все-таки конструктивное взаимодействие открывает лучшие перспективы, чем конфронтация. О чем, Юрий, будет ваш очередной блог? Вот мы ждем на нашем сайте. Планируете что-то? Да, вы знаете, я, безусловно, напишу, ну, потому что очень важно про вот это и сирийское перемирие. Там очень много интересных всяких особенностей проявилось в последние несколько дней, в том числе затрагивающие и Иран, и Турцию, но дальше посмотрим, я думаю, события будут диктовать. Спасибо, что пришли к нам, ждем вас и в студии, и читаем, конечно же, на сайте. Друзья, гостем в студии у нас был политолог, автор и ведущий блога на СББА и председатель наблюдательного совета Центра стратегических и внешнеполитических исследований Беларуси Юрий Царик. До свидания и до встречи в эфире. Спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok